Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Карло Чиньяни, итальянский живописец, представитель Болонской школы. Граф родился 15 мая 1628 года в Болонии, в богатой болонской семье. Учился сначала у Батисты Каира, а затем у Франческо Альбани. Изучал произведения Агастина Карачи, Рени, Тициана и Кареджа. Много работал для болонских церквей, для итальянской аристократии и для высших духовных лиц. В Болонском палаццо Форнезе им написаны две большие фресковые картины. Получив от папы Климента XI за свой талант и труды титул графа Чиньяни, последние 20 лет жизни провел Форли, занимаясь фресковой росписью купола в капелле Мадонны Дель Фуока. На его работу Форли оказала значительное влияние знаменитая роспись Кареджа в монастыре Сан-Пауло в Паре. Когда он отправился в Форли, Болонская академия, в которой он был в то время директором по папскому назначению, добровольно последовала туда за ним в полном своем составе. Во всех своих произведениях художник являлся отличным рисовальщиком и приятным колористом, находчивым в композиции, но способным к передаче только внешней красоты и жизни, пленяющим только взоры зрителя, но не возбуждающие в нем глубокое чувство. Особенно привлекательными выходили у художника фигуры молодых женщин и детей. Работая в период завершения блестящей эпохи Болонской школы живописи, который во второй половине 17-го столетия начинает приходить в упадок, Карло Чиньяни и Лоренцо Пазинелли тщетно старались в конце этого столетия воскресить былую славу Болонских художников. Я цитирую Википедию. В нем было некоторые недостатки, присущие его мастерам. Отличательно продуманная отделка и дерзкая искусственность в использовании цвета и композиции свидетельствуют о влиянии Альбании. Несмотря на это, он придавал своей работе больше интеллектуального характера, чем его наставник. Как мужчина Чиньяни был в высшей степени любезен, непритязателен и щедр. Он не принимал почестей, предложенных ему герцогом Парским. Жил как художник. В 1686 году переехал в Фарли, где и умер. Когда в 1706 году была основа Академии Клементины для Болонских художников, Чиньяни был посмертно избран принцем заочной по жизни. Его сын Фелити Чиньяни и племянник Паула Чиньяни также были художниками. Самыми известными его учениками были Марк Антонио Франческини и Федерико Минкович. Ну вот так вкратце о итальянском живописце, представителе Болонской школы, графе Карло Чиньяни. Пока-пока, до свидания, сведения с переводной Википедии. До свидания.